Этим хобби для нас. Это именно хобби. Мы не профессиональные барды, мы любители. Потому что у каждого из нас есть какой-то еще, помимо этого, труд, который позволяет нам зарабатывать на кусок колбасы, который мы можем положить на тот хлеб, который мы зарабатываем гитарой. А сверху еще намазать именом. Олег и Эльмиры, и вот лучше всего с ними, когда едешь, они в два телефона регулируют процесс в собственной фирме в городе Казани, поскольку они бизнесмены-бизнесмены. Я эту ерунду уже бросил месяца два назад. Я расстался с бизнесом, со своим почти навсегда. Очень хорошо. Да, да, да. Из семи фирм я оставил только две. Самые высокодоходные. Помимо этого, я по образованию своему основному, я музыкант, я закончил Казанское музыкальное училище и очень люблю учить людей играть на гитаре. Вот этим я занимаюсь всегда с удовольствием. И я сейчас избрал такую стезю, я учу людей играть на гитаре и за это денег не беру. Потому что люди, с которыми я занимаюсь, они это слепые дети. Они радуют меня своими успехами, а я за это их награждаю новыми гитарами. Вот, пожалуй, и все, чем мы занимаемся в этой жизни. Помимо того, еще Эльмира у нас мать-героиня, у нее четверо детей. Эти двое младших остались в Казани. Это тоже отдельно регулированный процесс по телефону. Старший, которому 12, следит за младшей, которой 9. 10? 10, уже Машки. Обычно мы путешествуем с Большим Кагалом. Это, значит, их двое младших. Мы там с ними играем в машине, в прятки чаще. На задних сиденьях. Я их учу всяким умным вещам. Они потом показывают в школе. Всяким прибауткам. Нет, они сразу говорят, кто их научил. И говорят, что если надо, можем вызвать в школу. Вот. Песни я пишу уже лет, наверное, 25. Да, может быть, фея 20. Нет, жена 28, значит, пишу 31. Несколько песен из того древнего-древнего периода на стихи «Юный морец». Бокал на стеклянных шипах Вино финикийским пылает «И грустная песня звенит». И общество делает взмах. Ее повторенья желает. «И грустная песня звенит». Буфетчица гладит кота И курит какую-то мерзость. «И грустная песня звенит». «И грустная песня звенит». У каждого есть не любовь, Не молодость и не взаимность «И грустная песня звенит». Столетия глядят из углов, Мы смертны, и в этом интимность. «И грустная песня звенит». И в смертности равенство всех, И братство, и кровная связность, «И грустная песня звенит». 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 «Да отказ от рюкзабит. Йо-хо-хо и в бочка Рома Люк затраен, но скрипит. «Скоро, детка, будем дома. Тут бы взять старинный лад Сыграть морскую мыль, Лехфонтанами пуская Романтическую мыль». «Ну, опритик, брегантин. Йо-хо-хо, и бочка моли Нужен срочный карантин Всех тошнит от сладкой соли Мы не англы, не черти Нас, людей, убьет война Йо-хо-хо, и бочка смерти Нынче злые времена Но трамвайчик наш плывет Волны плечут за кормой Склянки бьют на повороте Чтоб никто не стал хромой Майский ливень перечмокал Ребра крови, щеки, стекол Уходя, он плакал, плакал А к полугу в бухте наши Вдруг запахло щами кашей Беллапарта встал на ярко И теперь везде моторосы Ларикат, где папиросы на качелях В оперете лунной арке Ночью в парке Целовальный бродит ветер В синей блузе И берете бродит ветер Целовальный Ветер нежный и печальный Не минуем разлуки Ветер чистый, ветер честный Распахни же лур оттестный И скрестим в объятьях руки Это счастье лучше многих Благовидных и убогих Это счастье без обмана Оно горькое, как море И туманом станет вскоре Потому что даль тумана Оно горькое, как море И туманом станет вскоре Потому что даль тумана Не пиши мне, пусть над нами Вечно пенятся волнами Это нега, это сила Если встретимся мы снова Ты увидишь, как сурово С нами время поступило Если встретимся мы снова Ты увидишь, как сурово С нами время поступило Вроде ты ветер целовальный Ветер нежный и печальный В синей блузе И берете Жаль, стоянка маловато Юность, жаль, коротковато Чистый ветер Честный ветер Жаль, стоянка маловато Юность, жаль, коротковато Чистый ветер Честный ветер Спасибо Спасибо Именно с этой песни я не стал лауреатом Грушинского фестиваля Чем горжусь Помимо всех моих хобби Ну вот есть у меня такое хобби коллекционировать музыкальные инструменты Их у меня дома более ста Есть еще у меня хобби коллекционировать стихи никому неизвестных поэтов Среди них попадаются совершенно фантастические по своему качеству крупицы Фантастические просто Ну так же вот как Владимира Самойловича, который я вам пел Его открыл я совершенно случайно на постконцертных посиделках Он просто прочитал это стихотворение, которое он спел Потом оказалось, что у него очень много стихов Стихи потрясающие Я потом об этом объявил на радио РЭКа в Израиле О том, что у вас есть такой вот бриллиант Они сразу же откликнули и сказали, какой бриллиант Через год у него уже был сборник стихов, он был популярным поэтом Вел какие-то поэтические мастерские Вот Помимо этого я путешествую по странам и континентам, по всяким Я в России на самом-то деле пою очень редко Почему-то так случилось, что я более востребован где-то там, куда с загранпаспортом нужно добираться Я то ли в 19, то ли в 20 странах выступал У меня все время разные цифры получаются, когда я считаю это все дело Вот там очень интересные поэты Но помимо этого еще в маленьких таких провинциальных российских городках типа Казани Тоже есть много интересных поэтов Если среди вас таковые есть Вы найдете меня в интернете Дмитрий Бекчентаев В любом поисковике он выдаст вам мой сайт На этом сайте есть мое личное мыло И на этот имейл, пожалуйста, 10 стихотворений, не больше Не трехтомное, не изданное собрание сочинений на 600 страниц каждой А 10 стихотворений, лучших, которые вы считаете Потому что 10 стихотворений я перерабатываю легко Три тома сложнее Вот среди этого всего иногда находятся такие крупицы, которые споют Ну, поскольку я из Казани Надо же популяризировать свой город, в котором не только спорт Команда Ак-Барс и Рубин чемпион А есть еще поэты Арс-поэтика Да, город красивый Весь в пробках Приезжайте к нам после университета Может быть у нас вспомнят, что кроме спорта есть еще и мы Так, давайте мы начнем с Оли Овчинниковой, город Казани Внезапно и негоданно приду к тебе под вечер я В твоей квартире маленькой пустая есть стена На ней останусь я навек Пожалуйста, не нервничай Едва заметным пятнышком Чуть видны из окна Как в сущности Немногое В душе другого поняли Но воплощали образы пустые миражи Молились Богу одному Да разными иконами А получилось, без тебя я не сумею жить Напарасно будешь маяться Забыть меня, пытаясь И стены перекорашивать Картины покупать Но будет мое пятнышко Светить тебе из темноты И непременно возвращать Тебя ко мне окать Внезапно и негоданно Приду к тебе под вечер я Как входят чувства разные Без спросу в души к нам Останусь я с тобой Но ты, пожалуйста, не нервничай Всего лишь приложение К написанным стихам Всего лишь приложение К написанным стихам Есть в Казани такая поэтесса С большой буквы поэтесса Анна Рус Когда-то в былые времена Мои приятели Боря со Светой Привели маленькую Аню Ко мне научиться играть на гитаре Я ее обучил этому Совершенно ненужному человеку Делу Она после этого почему-то Начала писать стихи Песни И стала поэтом С большой буквы Долгое время она Жила только за счет того Что она выигрывала Поэтические конкурсы По всему миру Выиграю, говорит, пару конкурсов Уже год жить можно Значит, коммуналку оплачу В квартире А не выиграю, значит, голодаю Каково же было мое Удивление Приятное удивление Когда в одном американском В одной американской Толстой-толстой книге Изданной в каком-то там университете Которая называется Русская поэзия На рубеже 20-21 века Было собрано Сорок самых великих поэтов Конца 20-го, начала 21-го века Сороковой по списку Стояла Анна Рус Песня на стихе Анны Рус С музыкальными цитатами Из прекрасного советского композитора Аркадия Островского И великого вселенского композитора Достояния мира Сэра Пола Маккарни Никогда не кончится детство Голубому шару не сдуться Детство будет манить закатками И заветными звать местами Баба с дедом не посидеют Мама с папой не разойдутся И пломбир в стаканчике Вафель нам никогда дороже не станет Никогда семья и работа В перспективе не замаячат Никогда с одеждой парадной Не исчезнут банты и рюши Никогда не сломается кукла И не лопнет любимый мячик Никогда не умрет актриса Говорящая голосом хрюши Будет обувь всегда на вырост Будут слезы, обиды, сладки Никогда любимого мальчика Не заменит любимый мачо А река обретает форму Неуклюжей плюшевой лапки И несет в открытое море Мой веселый и звонкий мяч Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Εй Жоу Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, Tayshu Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, хочу Вадим Шефнер Держите, пожалуйста, я тоже посмотрю Он приметил её в весеннем саду На берегу крутом Кого ты ждёшь, не тебя я жду А того, кто придёт потом Ни о чём он больше её не спросил Он ушёл и забыв покой Все просторы мира искали сил Но не встретил второй такой Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай До сих пор он помнит её ответ До сих пор он в неё влюблён Одиноко живёт он на склоне лет И всё круче, всё круче склон И она одна, до сих пор одна И не в радость ей отчий дом В весеннем саду не знала она Что никто не придёт потом Ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай, ла-лай Ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай, ла-лай Ла-лай, 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 ла-лай Анна Баркова Поэт начала прошлого века Поэт очень трудной судьбы Которая больше 30 лет провела В сталинских лагерях Все свои лучшие годы Писала при этом Что меня, конечно, удивляет В таких условиях жизни Это назвать невозможно Всё-таки писала стихи И издан сборник был, по-моему, Только вот в 2002 году В общем, совсем недавно Мы её, собственно, и не знали Несколько стихотворений Из цикла «Иванушка» Это я их объединила под это название Недавно родимой батушки У Седова, у Иванушки Нету роду, нету племени Лишь кудёрушки на темени И в кармане у Ивана не гроша У Ивана развесёлая душа Ух, вльётся, да и песню запоёт И пойдёт куда-то с песнею отворот Рад, дурак, что он не знает ничего Ни пути, ни назначения своего Вся надежда на Иисуса, на Христа На ночёвку ракитого куста Да научись на дурацкую свою Всем блаженным нищим духом Быть в раю Нищим духом, что сокровища Свои по дорогам не жалея Растрясли, растрясли Все отбросили, покинули На плечо сумму накинули И пошли душой свободные Бесприютные, голодные Старый дурец-сиротиночка Он прошепчет одно иемичко И пойдёт неведомо куда Где сияют золотые города Города Вышел Иван из вагона С убогой своей сумой Народ расходился с перроном К знакомым, к себе домой Иван стоял в раздумье Затылок себе чесал Здесь, в этом вокзальном шуме Никто Ивана не ждал Он, сгорбившись, двинулся в путь С убогой своей сумой И било в лицо, и грудь Ночную ветреной тьмой На улицах было тихо И ставни закрыли дома Как будто бы ждали лихо Как будто бы шла чума Он шёл походкой неспорой Не чуя усталых ног Не узнал его русский город Не узнал и узнать не мог Он шёл по оврагам По горкам Не чуя натруженных ног Он шёл блаженный и горький Иванушка-дурачок Из сказок о герой любимой Царевич, рождённый в избе Идёт он судьбой гонимой Идёт навстречу судьбе Шёл Иванушка приплял Рассывал О-о-о-о-о Кушачишка распаял Рассывал О-о-о-о-о Ойшки, о-ойшки, говори Ай-яй-яй, ты себя тоской Печалью не вари О-о-о-о Ойшки, о-ойшки, говори Ай-яй-яй, ты себя тоской Печалью не вари Страхи все свои отбрасываем Мы увидим солнце красное Мы такие ли увидим чудеса полегаемые Долу склонятся дремучие леса Реки бросятся не ведома куда Покачнутся в удивленье дорога Ты не бойся, дорогая, не дрожи У меня покричься, руку держи Шел и бабушка приплясывал Ужачишка распаясывал Ай, 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 ай Ай-яй, о-о, ай-яй, о-о, ай-яй, о-о, ай-яй. Даниил Андреев. Сейчас услышите удивительный инструмент, который называется «колесная лира», звуки которого вводят меня в транс, и я начинаю забывать слова. Потому что он действует куда-то сюда, на подсознании. Какой-то мистический просто совершенно инструмент. Да, чувствуете? Куда-то внутро входит просто. Очень капризный, конечно, инструмент. Трудно настраиваемый. Мозг выносит. Я отдыхаю. Первую дай. Даниил Андреев. Реки сонные. Реки сонные. Дышу сосны, душа бездонная моей страны. Шурша, султанами, ковы, пырей, Спят над курганами богатырей. Лесной глуши горя не гаснет сказ. Про доблести горя, про чудный спас. И сердцу дороги, как вещи сова, Живые журохи пылых времен. Над этой поймой мою костры древляют, Осины стройные сыры поля. Луна над милями дурман лугов, В тумане медленно вверхи вставать. Мода тепучая, все прочь и прочь, Звезда подучая в нилую ночь, Велики сонные души сосны. Душа бездонная моей страны не гримит. Мода тепучая, все прочь и прочь, Звезда подучая в нилую ночь, Звезда подучая в нилую ночь, Звезда подучая в нилую ночь, Игорь которых видишь зазь в тюрьмыanden. Интересно?